Дорогие друзья, сегодня мы пригласили к нам представителя проекта по исследованию Шантарских островов, Бахта, который нам расскажет про возможности края и дайвинг, про животный мир. Все вопросы, которые вы мне задавали лично, про этот еще неизведанный для нас регион, где мы планируем делать путешествия, путешествия в будущем, в 2021 и дальше годам, то есть это вот такой наш новый проект. Еще здесь присутствует Алексей Раков, который в прошлом году возглавлял нашу группу на Шантары, он нырял, имел погружение на Шантарских островах, сделал потрясающий ролик, который я собственно вот смотрю и он такой отклик у меня о том, что вот я вот в следующем году уже собралась и поеду туда буквально вот с первой группой, когда девушка на сапе видит буквально в двух метрах кита, он всплывает и она говорит, господи, за что мне это счастье, что я такого хорошего сделала в этом мире? И это реально так. Дикая природа, она меняет наше мировоззрение, меняет отношение нас вот к этой обыденности, что есть еще вот что-то живое в этом мире и оно сохранилось на Шантарских островах и мы поедем туда в 2021 году. Записывайтесь в июле, августе, все это еще возможно, попасть в наши группы и в общем будем рады. У нас возникает много вопросов касательно региона, его возможности природы Шантарских островов. Первый вопрос, который задают нам клиенты, где они находятся, Шантарские острова? Это не Новая Зеландия, это не Австралия, это не Ямайка. Шантарские острова это Россия. И сейчас, независимо от того, будут у нас запреты на вылет или не будет, у нас будут перелеты в 2021 году и мы уже планируем программы, на которые можно записываться. Итак, начнем с природы Шантарских островов. Барт, расскажите нам, пожалуйста, чем она знаменитая и что мы можем там увидеть такого, что нет в других регионах. Шантарские острова это уникальное по расположению, экосистеме и по... да вообще по всему месту. Оно находится на юго-западе Охотского моря, хоть и звучит так южное побережье Охотского моря, но это совсем не южное побережье Охотского моря, это суровый, тяжелый, арктический климат. Хоть и находятся Шантарские острова на широте Москвы, но природа создала там именно арктическую погоду. Расскажу почему. Во-первых, весной, когда начинает таять лед на Шантарских островах, разбивают эти ледяные поля, которые северными ветрами сгоняются на юг Охотского моря. И вот как раз в этом месте и расположены Шантарские острова. Ледяные поля там плавают до июля месяца, соответственно создавая свой определенный микроклимат, влияя на природу, влияя на растения, влияя на пути миграции животных и тех же самых китов. Кстати, что хочу сказать, почему Шантарские острова стали именно местом обитания гривенландских китов, потому что гривенландские киты, как мы знаем, живут за полярным кругом. Благодаря вот этому микроклимат, вот этому холоду, вот этим ледяным полям гривенландские киты обливали именно это место. И учитывая то, что там огромное количество мелководных заливов, Ульбанский залив, Залив Николаев, Уцкаев-Буба, где очень сильно развиваются домные и придомные микроорганизмы, плантон, фитоплантон, и поля которого плавают так же, как и в Арктике. Как это называется? Не поля даже, наверное, да. Скорее всего, кормовая база китов. Вот, находится очень мощная кормовая база для китов, и они обливали эти места. Такая эндемичная микросреда получается. Да, эндемичная микросреда. Это, считая и говоря о том, что это очень суровый климат и очень суровый край, но при этом хочу отметить, что это еще и очень хрупкий климат. То есть, навредить ему можно бездумно, и человек это может сделать очень просто, сделать там, открыть какое-то производство, либо, допустим, очень часто мешать китам или еще что-то. Вот поэтому к этой природе, к этому микроклимоту, к этому астрам нужно отнестись с максимальным, с максимально бережливым, ну, то есть, максимально должно быть бережливое отношение. То есть, это место, которое нужно беречь, любить и очень внимательно ко всем действиям относиться, что мы к нему делаем. Прекрасно. Я знаю, что во время путешествия на Шандарские острова мы не ограничиваемся одним островом, исследованием одного острова. Вы делаете, мы делаем программу, чтобы побыть на острове, где можно наблюдать китов, где можно делать трекинг, где можно увидеть колоссальное количество птиц. Вот расскажите нам, пожалуйста, вот о островах, которые мы будем посещать во время путешествия. Ну, Шандарские острова – это острова, 18 островов в южной части Охотского моря. Это 18 островов не только острова Большой Шандар, Малый Шандар, остров Беличи, остров Эквистова, Кусова, Прокофьева. Это остров Утичий, остров Птичий. Сами названия говорят за себя. То есть, остров Утичий, остров Птичий – это невероятное место по наблюдению за птицами. Вы представляете, когда вы подъезжаете к этому острову и на малом ходу подходите на катере к местам, где скалы облевывали тысячи разных птиц, начиная от всяких там уток, каменушек, заканчивая чайками, орланами, белохвостыми орланами, белоплечами. То есть, ну, и вот это место и вот этот крик этих птиц, который просто все заглушает, оно просто невообразимо поражает. Это надо видеть, это ты испытываешь такие невероятные эмоции, ты понимаешь, что природа создала здесь вот этот кусок скалы, а весь этот шик, блеск и невероятные эмоции дают вот эти птицы, за которыми можно смотреть, наблюдать. А если заглушить двигатель и просто остаться и замереть, то можно увидеть, как птицы играют друг с другом, как бегают по воде, как охотятся на рыбу, как добывают эту рыбу, как кормят своих детей, птенцов, как эти птенцы срываются со скалы, падают в воду, как чайки над тобой летают с огромным интересом, на тебя смотрят. Это вот очень, очень ярко, красочно. Еще очень невероятно это наблюдать за дикими животными, например, за медведями. Медведи облюбовали в это время, на нерест идет лосось, это тоже отдельная тема для разговора, но медведи находятся в устьях рек и стоят, охотятся на эту рыбу, которая идет на нерест. То есть это такой круговорот природы, рыба идет на нерест, кормит медведей, медведи кормятся этой рыбой, нагуливают жир, идут ложатся потом в берлоги и вот это из года в год происходит. И как раз, про что хотел сказать, если будет мало рыбы для них, то они будут идти голодать, может быть там как-то меняться, может быть погибать, но поэтому здесь надо так же бережно к этому ко всему относиться. Можно смотреть за медведями, которые ловят лосось, можно смотреть за рыбой, которая идет на нерест. Представляете, стада рыбы, стада горбуши, киты заходят в реки во время полного прилива и огромными-огромными рыбками преодолевают расстояние, перекаты, летят брызги в разные стороны. Эта рыба прям движется, чтобы дать новую жизнь, отложить, нереститься, отложить, икру отметать, санкции, чтобы оплодотворить ее, и она там погибнет, став кормом для вот этих же медведей-медведей. Сначала приходят в устье рек, потом поднимаются выше за этой рыбой, за этими стадами рыбы, ловят ее на нерестилищах, потом она погибает, и горбуша, кита, лосось. А насколько реально увидеть медведей, с какого расстояния можно, и безопасно ли это? Но, как мы знаем, медведи это хищники, и хищники очень серьезные и опасные. Медведи можно увидеть, наблюдать за ними, как с катера. Например, когда мы нашли в этом году тушу мертвого гренландского кита, возле нее было 17 медведей, и мы это видели. И это было очень круто, мы снимали... У нас есть это видео. Да, я снимаю лично на телефоны этих медведей. Вот. Либо на речке, например, когда мы приехали на реку, посмотреть на нерестилище, как нерестится лосось, чтобы это поснимать, под водой GoPro туда поместить, поставить. Это вот как фотоловушку ставят на дерево, то же самое под воду ставят GoPro камеру, которая снимает, как нерестится лосось. Это очень тоже круто. И в этом месте на нерестилище было тоже там 2 или 3 медведя гуляли, но мы, соответственно, приняли все меры предосторожности, обозначили свое местонахождение, значит, поняли, что медведи не враждебны, не голодные, и мы их не интересуем. Мы сначала в одном месте нерестилище снимали, а они стояли в другом, хомились, ели там гибшую рыбу. Вот. Ну и, соответственно, так. И необходимо соблюдать четкие правила безопасности. Они написаны, все правила написаны кровью, все правила написаны методом пробы и ошибок. Каждому туристу выдается памятка, как себя вести. Да, в этих памятках четко прописано, что нужно делать. И еще четче прописано, что не нужно делать. То есть, что вы не должны ни при каких обстоятельствах творить и делать. То есть, вы должны, самое главное, слушать инструктора, который отвечает за вашу жизнь, за ваше здоровье. Вот. Ну и дальше уже понимать, и что самое главное, что вы должны понять, это то, что мы там в гости, что мы приходим в гости к этим медведям. Это их дом, это то место, где они живут, и мы не имеем права лезть к ним со своими какими-то правилами. Да. Не делать, не бежать вот так вот. О, медведь, иди сюда, давай, салатографируемся. Вот так вот так делать нельзя. Еще мы хотели бы, конечно, затронуть важную, интересную тему про гренландских китов. Это фактически единственное место в России, где мы можем наблюдать этих крупных животных. И вот на шантарах это все возможно. И возможно буквально с расстояния 20 метров видеть не только одну особь, а действительно какое-то количество, вплоть до 20-30 китов одновременно. Вот я хотела бы задать вопрос в акту касательно вот этого зрелищного мероприятия. Но я вам скажу, что это не только лучшее место в России, где можно увидеть китов. Это единственное место в мире, где можно увидеть этих китов с гарантией 100%. И это самая южная популяция китов гренландских в мире. То есть самое доступное место, где можно увидеть. Потому что все остальные гренландские киты живут только за полярным кругом. Их увидеть в таких количествах, как здесь, в местах концентрации увидеть практически невозможно. И это считается до недавнего времени самым проблемным китом, которого можно где-то снять, либо увидеть, либо сфотографировать. Теперь же благодаря тому, что мы разработали туры по наблюдению за китами, проработали всю логистику, теперь этих китов можно увидеть. И кроме того, увидеть с правильным отношением к ним, не навредить им. И что самое важное... Что гарантируют, что они будут и на следующие годы, и именно в это время. Существуют определенные правила наблюдения за этими китами, которые были разработаны совместно с научным сообществом, с учеными, которые давали рекомендации, как нужно делать. Давали рекомендации, как необходимо вести себя в местах концентрации. Давали рекомендации и давали четкий посыл к действию, каким образом нужно себя вести, чтобы эти киты этим китам не мешать. Это самое главное. Самое главное не вмешиваться в их деятельность, не вмешиваться в эту природу. И, грубо говоря, чем меньше они будут нас ощущать, тем будет больше шансов, что они подарят вам незабываемые эмоции. Сейчас расскажу об этом отдельно. У нас есть места концентрации этих китов, есть невероятная бухта Урангеля, у нас есть невероятные места пролива, где эти киты ингрируют, ходят. И вот там можно с ними не только за ними наблюдать с расстояния 20 метров, их можно увидеть с расстояния 5 метров. Это даже ближе. Даже ближе, да. Но ближе вы не разрешаете, потому что есть определенные правила. Подходить на катере к киту ближе, чем на 50, грубо говоря, 30-50 метров запрещено. И мы эти правила соблюдаем. Подходить на моторных лодках к киту запрещено, и мы эти правила соблюдаем. Но если вы возьмете сапборд, каяк или грибную лодку и будете вести себя тихо, будете вести себя, грубо, как сказать, наверное, тихо, как мышка. То есть тихо, молчо. Экологично. Экологично, да, правильно. Если вы увидите китов, не будете кричать, ааа, о, кита, смотрим, он, конечно же, к вам не подойдет, потому что вы будете шметь. Но, как правило, все вот с таким придыханием, если видят кита, то там уже просто дыхание. Все сидят на сапе, и когда кит подплывает, к ним всплывает, чтобы посмотреть, а что же там за человек такой на сапборде. То есть поворачивается так вот глазом своим всплывает в полуметре, в метре от тебя, понимая, что, ну, сидит человек на надувной лодке, там, или на сапе, на каяке, не шумит. И он просто может лечь возле вас, грубо говоря, в дрейф, там, либо встать на мелководье возле вас, и вы ему будете совершенно неинтересны. Но если вы начнете шуметь, кричать, еще как-то прыгать там, то, конечно же, кит уйдет. Но этого лучше не делать. Чем тише вы будете себя вести, тем больше шансов, что кит подойдет, что он подарит вам незабываемые эмоции, что вы его увидите, вы услышите его дыхание, вы услышите даже, как он разговаривает. Я много раз видел китов, я много раз с ними плавал, и на сапбордах, и в этом году множество раз я... И каждый раз эмоции не держит, каждый раз. К этому нельзя привыкнуть, это нельзя принять как данность, потому что это не данность, это невероятные ощущения, которые, не то, что останутся с вами на всю жизнь, они вас поменяют. Я хотела еще уточнить касательно того, сколько человек может быть в группе. Насколько я знаю, это должны быть такие камерные, минимальные группы, и поэтому, собственно, мы и пытаемся это все заранее планировать, потому что... Ну, какое-то количество человек должно быть в группе, у нас, значит, рассчитана минимальная, максимальная экологическая нагрузка на места консультации китов, у нас, значит, рассчитана минимальная экологическая нагрузка, максимальная, точнее, экологическая нагрузка на места проживания, соответственно, что единовременно в группу мы берем 14 человек плюс не сопровождающих, плюс 4 человека наших сопровождающих. Другого говоря, получается, 20 человек составляет группа, из них 5 человек персонал. Поэтому здесь это еще обусловлено безопасностью группы и обусловлено такими моментами, как воздействие на окружающую среду. Поэтому здесь это важный момент. Поэтому даже с учетом того, что это место находится в России, мы должны такие программы с вами планировать заранее, чтобы попасть в эту группу счастливчиков. Поговорили по поводу, сколько человек в группе бывает, а так как я был счастливчиком, который туда попал и видел несколько десятков китов за раз, то нашим слушателям интересно будет, наверное, узнать вообще, сколько их максимально было. Максимально было. Одновременно. Да, вот максимально было. В этом году или вообще в целом? Ну, вообще в целом. Вообще в целом, в среднем в бухту заходит 30-40 китов единовременно. В принципе, их можно, может практически каждый группу увидеть. Это норма? То есть это только постоянно? Нет, это обычная ситуация. 20-30 китов. То есть их может быть 2-3 плавать постоянно, но может быть и 70-100 китов. То есть бывали моменты, когда заходили 100-130 китов единовременно и, в принципе, там... Я знаю, в сентябре, да, заходило? Да, в этом году просто... То есть сезон не ограничен июлем, августом, еще можно захватывать сентябрь. Титы – это дикие животные, это высокосоциальные животные, это животные, да их не знаю, как назвать даже животными, это млекопитающие, это разумные существа, которые сами принимают решение, как быть. Я, например, очень много раз видел, как они... Я видел, как они кормятся, я видел, как они защищаются от косаток, я видел, как они общаются между собой, я видел, как они бьют хвостами, выпрыгивают из воды, и я вам скажу, что все это они делают осознанно, что это делают, у них есть свое мышление, и у них есть... Не знаю, ну, как выразиться, у каждого Китая свой собственный характер. Вот, и киты могут прийти сегодня в бухту 100 китов, а может быть там 1-2, а может их вообще не быть, там какой-то промежуток времени. Они могут быть... Это живая природа, конечно. Да, это живая природа, но в этом году, в этом году у нас, наверное, не было групп, которые не видели китов, либо это было на расстоянии, но видели китов, наверное, 99% людей, которые туда приехали. Ну, 1%. Что еще немало интересного, немало важно узнать про белух, который есть также в реках Шантарских островов, и вот много вопросов. Не удалось нашим группам в этом году увидеть белух, но мы планируем, конечно, в связи с тем, что, я так понимаю, они там есть, детей в большом количестве, хотели бы планировать путешествие к белухам в следующем году. Вот расскажи, пожалуйста, Бакс, что, как происходит там с белухами ситуация? В этом году, да, получилось так, что мы не поехали смотреть на белух, ну, по ряду причин, мы поехали искать гриванских китов для того, чтобы их увидеть. Это совсем не значит, что белух там нет, оказывается. В этом, да. Они там есть. Да, вы можете, в принципе, найти очень много видеозаписей этого года, как наши соратники, сподвижники, в частности, Алексей Парамонов, находясь в этом, возле поселка Чумикан, спасал белух. Он в течение двух суток вхаживал белух, защищал их от птиц, защищал их от собак там, и при этом грел, снимал с себя одежду там, ну, ушла там, укрывал маленького белушонка, и в течение очень долгого времени он их спасал. И у него это получилось, потому что белух там очень много. В местах, где идет лосось, например, это в мустьях рек, они бывают, собираются с стадами до полутора тысяч, двух тысяч особей в одном месте. То есть, и увидеть их реально, и это не проблема. Но есть определенные нюансы, чтобы, допустим, там подойти, либо мутная вода, либо приливное-отливное течение очень высокое. И вот здесь, в следующем году, мы проработали логистику к месту концентрации белух, и будем именно... То есть, за один заезд можно будет увидеть и китов, и белух. Будем планировать. Да, и постараться увидеть еще косаток. Вообще, Шантарские острова это место, где можно увидеть три века китов с огромной долей вероятности. Сто процентов герландцев, сто процентов белух, и процентов, я не знаю, девяносто этой косатки. То есть, косатки, это, как мы известно, это вершина пищевой цепи. Это животные, которые в своей охоте используют сложные логические и тактические схемы. Они нападают семьями, они помогают своим старым больным собратьям, они учат маленьких своих детей, как нужно охотиться на нерв, как нужно охотиться на китов. То есть, эти зрелища просто невероятные. И бывают такие моменты, когда они нападают, в местах концентрации нападают на китов, это просто, это невероятно. И тебя душа валит за китов, но ты тут же сразу ты наблюдаешь, как они отбивают китов от стаек, как киты, наоборот, отбивают от косаток своих детей. То есть, я не знаю, это дикая природа, это ты просто поражен этим всем. И забыть это нереально будет. И потом ты будешь еще думать и это прогонять в себе мысли много-много раз. Ну, сто процентов, еще там можно наблюдать разных ластоногих, причем, по-моему, не один вид. А, да? Ластоногих, да, это ластаки, это нерпы, еще у нас есть морской заяц. Есть еще, значит, редкий вид крылатка. А, крылатка? Ну, у дайверов крылатка. Другая на заде, да? Ну, другая ассоциация. Я знаю, что многим нашим дайверам интересно помимо дайвинга рыбалка. И я знаю, что в вашем регионе, в Хабаровском крае, на Шантарских островах есть рыбалка, и она очень разнообразная. Поэтому вот несколько слов о рыбалке. Несколько слов о рыбалке. Рыбалку, рыбалку как саму цель воспринимать на Шантарских островах и в Южном Ахатаморе не надо. Потому что рыбалка это не то, ради чего туда стоит ехать вообще. Но как попутная цель, как увидеть, порыбачить, можно. Порвачить можно в море, порыбачить можно в реках, можно в озерах. И Шантарах? Да. Ну, на территории национального парка необходимо получать специальное разрешение. Если этих разрешений не будет, соответственно, рыбалки на территории национального парка не будет. Но разрешения у вас есть, я так понимаю. Да, мы согласовываем эти разрешения. То есть это просто надо согласовать заранее, чтобы они хотят ехать. Гарантированную рыбалку в соответствии с законом о рыбалке мы делаем за пределами национального парка. Это рыбалка в море, это рыбалка в озерах, также рыбалка в реках. То есть все снасти мы предоставляем. И можно поехать половить камбу в море. Можно поехать половить того же самого морского терпуга. Можно половить... Таймень ловится там. Ну, таймень ловится в реках, это сахалинский таймень, но немножко южнее он. А, то есть он не у вас, не в Шантарах. Да, но... И он... Нет, он таймень есть в реках, которые впадают в Охотское море, но за ним нужно ехать там. Достаточно далеко. То есть это отдельная история, которую можно в любом случае совместить с путешествием на Шантары, плюс еще рыбалка на Тайменье. Да, все верно. Ну, обычно в наших поездках, помимо того, чтобы посмотреть, иногда хорошо мы поймаем рыбу, это вкусно. Чем-то можно удивить из такого съедобного на Шантарских травах. Ну, вот почему мне нравится работать с группами, которые занимаются в дайвинге, потому что очень круто, когда мы делаем гастродайвы. Это просто бомбически получается. Вберут питомцы, нырнули, собрали краба, собрали каких-то там ежей морских, там еще каких-то местных жителей подводных, которые... которых после этого наши повара готовят. И можно покушать краба, можно поехать на рыбалку и наловить рыбы, можно поехать сделать пятиминуточку икру, которая по Дальневосточному считается самым вкусным блюдом. Да, вот более вкусной икры я правда нигде не ел. Да. Кроме как-то. Ну, то есть гастрономическое удовольствие мы тоже можем получить на Шантарских островах. И всем вам рекомендую поехать в этот далекий, труднодоступный заповедник. В следующем году, как вы уже знаете, маленькие группы бронируем заранее. вот представителем, вернее, руководитель проекта, который будет руководить все приемами групп наших БАКТ, вот он сегодня приехал к нам. Спасибо большое. Мне кажется, мы получили много интересной информации и рады будем встретить наших гостей, наших антарских островов. друзья, приезжайте, мы постоянно совершенствуемся, улучшаем сервис, комфорт, поэтому и будем дальше продолжать для того, чтобы все было очень хорошо.